Дорогие друзья, наконец-таки настал тот самый день, когда я могу полностью заявить, что Pixel Gun 3D стал ПК-игрой официально, без всяких там фанатских версий, без всяких там портов и прочих эмуляторов. Сейчас, на данный момент, 3 апреля и игра официально является компьютерной, в том числе уже не только мобильный гейминг. 10 с лишним лет спустя, практически 11 лет, Pixel Gun 3D был мобильной игрой и, наконец-таки, в 24-м году, да, в 24-м году, 3 апреля, игра официально вышла в страничке Steam уже. Поэтому, всем привет, ребятки, с вами снова Nemesis, и мы сегодня будем с вами рассматривать обзор этой игрушки, что же тут у нас появилось, что изменили. Вот, я напоминаю, что я был бета-тестером, я изначально игру получил раньше времени и смог ее потестировать. Тем самым набрал видос более 8 тысяч просмотров и до сих пор набирает где-то по косарю в день точно. Это офигеть! Спасибо вам огромное за лайки ваши, подписочки, подписочки пошли, вот, потому что у меня, как вы замечаете, кто меня смотрит, отписки идут. Ну, в основном из-за того, что я был пропиарен в почте, там подписывали за валюту, и поэтому многие сейчас чисто отписываются. Но мы с вами смогли плюс-минус нивелировать отписки с подписками, и у меня как-то плюс-минус вот так вот идет сейчас аналитика. Это очень классно, спасибо, что вы смотрите. Но я надеюсь, что этот видосик будет так же залетать, как и тот. Вот, но я постараюсь, вот, видосик будет длинный, сразу говорю, потому что это все-таки, посмотрите, что он. Это совершенно офигеть, какое событие для этой игры, для фанатов, для вселенной Pixel Gun, в общем, это очень классно. Сейчас мы будем с вами все разбирать. Вот, вы уже видите, да, что сыграть Pixel Gun 3D PC Edition уже официально можно, бесплатно, все хорошо. Хорошо, вот, чуть ниже то, что там находится, это мы сейчас доберемся, это мы доберемся обязательно. Но кто играет, уже тот заметил, все по порядку. Как видите, я сегодня нарядненький, рубашечку, ну а как такое событие, конечно, мне нужно было нарядиться. Вот, далее что? Дата выхода, 2 апреля. Самое интересное, кто следит за моим каналом, я делал посты в сообществе. Вот, во-первых, я сделал пост, что до выхода осталось там 2 дня, потом уже 2 апреля написал, что релиз задерживается, потому что он не вышел в 2 часа по московскому времени вчера. И такой бунт подняли там, это просто вы не представляете. Меня-то как задергали, это кошмар какой-то. Я просто бегал с дискорда по ютубу, отвечал на комментарии, но я же не мог, потому что, ну, я тоже являюсь частью игры, и мне нужно было как-то общаться с сообществом этой игры. Поэтому все это было, конечно, очень жестко. Вот, вы не представляете, как меня затюкали, я еще был на занятиях. То есть мне вдвойне было тяжелее, я еще за телефоном, я просто от телефона не отрывался, я просто вот так сидел и вот так вот просто вот так вот отвечал. Это просто какой-то кошмар. Еще с разработчиками общался, тоже там отсылал. Да и самому было непонятно, что там произошло. Я тоже ничего не знал, почему перенесли релиз. Ну вот, как оказалось, где-то я читал, что это было вроде как из-за того, что игра не прошла проверку в стиме. У меня была такая мысль, что, наверное, там что-то с задержкой. Слушайте, я был прав. Ну, потому что иногда бывает обновления задерживаются тоже в этой игре, вот, и выход переносится. Потому что я помню, когда там сообщили, что обнова скоро, а потом ее нету, и писали, где обнова, где обнова, где обнова. А потом разработчики уже заявляли, что игра не успела пройти проверку. Вот то же самое случилось и в стиме. Игра не успела пройти проверку, немножко ошиблись с реализацией, но, слава богу, она вышла все-таки 2 апреля. То есть, они не обманули. Время появилось когда? За несколько, за день вроде как до релиза, то есть, сколько часов. Поэтому это не считается. 2 апреля, 2 апреля, все, в принципе, вышло вовремя. Ну, опустим этот момент, что игра вышла на, получается, сколько часов? На 4 часа позже? На 4,5 часа позже. Она вышла в 18.30, вроде, если я не ошибаюсь. В 18.30 по московскому времени вышла игра. Вот, ну, запоздали нас 4,5 часа, что поделаешь? Конечно, меня задергали конкретно, но уже, что поделать? Уже все хорошо. Так что, что теперь дальше? Дальше у нас мы будем разбирать страничку. Страничку, что же здесь добавили? Вот, я написал здесь, конечно, отзыв. Можете его найти. Вот, отзыв написан. Вот, и тут, во-первых, очень много кто сыграл. Да, потому что моих друзей, желающих сыграть здесь, оказалось тоже много. Вот, 7 с лишним часов в игре проведено. То есть, в принципе, это нормально. Вот, конечно, я вчера еще тут долго бегал, пытался перенести аккаунт, но это мы чуть попозже затронем. Это, конечно, было неприятное, вот, что мне не получалось перенести. Но все перенес, все хорошо, теперь можно спокойно тестировать. Так что все будет классно. И мы будем с вами, соответственно, уже в моем старом аккаунте, перенесенном, смотреть, что там добавили. Вот, далее, теперь переходим, соответственно, к DLC. Много было вопросов насчет DLC. Оно будет платное. Как вы видите, оно платное. Так что, ребятки, транжиримся. У кого есть такая возможность. Также разработчики проводили конкурс. Я уже делал видосик про новость системы. Там зачитал это, что конкурс есть на RGB-сет. Вот, сегодня должны быть результаты, кстати говоря. Там несколько победителей, так что ждем. Вот, а так, видите, ну, у меня в ТНГ, потому что аккаунт казахский. Хотя я не из Казахстана, я из России, если честно. Вот, ну, так у меня получилось. Вот, и что, как бы, да? Все это платное. Я посчитал, это где-то 4 тысячи рублей примерно все это будет стоить. Ну, если перевести. Так что, конечно, это немаленькое количество денег придется отдать. Ну, в принципе, ну, это скины обычные. Тут ничего такого нет. Вот, так что... А что тут с эти? А, тут даже обзоры уже на эти сеты оставили. Вот, ну, вот самое интересное, это вот этот RGB-сет. Это все-таки пушки. Вот, вы видите. Мне их тоже выдадут. Мне их выдадут бесплатно для обзора. Мы с вами заценим. Но это, наверное, получается в отдельном видео, скорее всего. Пока мне еще это не выдали, я не могу посмотреть. Вот. Что еще теперь? Давайте теперь зачитаем последние самые новости. Вот, потому что они появились. Вот, показать всем. Я остановился где? Я остановился в прошлый раз вот здесь. Вот это была последняя. Вот это была последняя новость. И сейчас посмотрим, что добавилось. Все, что вам нужно знать о PC Edition. Да, ребятки, этот видосик еще как новость. Что нужно знать перед игрой. Что нужно сделать. В том числе, так что я вам сегодня это расскажу. Давайте зачитаем. Все, что вам нужно знать о PC Edition. 25 марта. До релиза осталось чуть меньше недели. Ну, уже вышло. Мы все, и разработчики, и игроки ждали этой даты очень долго. Поэтому вполне просто... А, волнение просто зашкаливает. Да, вполне почему-то зачитал мне это волнение. Вот, давайте еще раз посмотрим, что гарантированно ждет вас в релизе. Почти полный порт мобильной версии. Мы убрали из кода старый и неиспользуемый контент. Но в остальном это все тот же самый PG3D, который вы знаете и любите. Динамичный, соревновательный, безумный, абсолютно бесплатный шутер. От первого лица. Вы можете перенести все ваши данные с устройства на ПК. Так что опытным пиксельганерам не придется начинать все сначала. PG3D PC Edition имеет поддержку геймпада. Оптимизирован под Steam Deck. Играйте, как вам удобно. Напоминаю, что релиз состоится 2 апреля. Он состоялся. Все хорошо. Ну, опустим, что там задержка. 4,5 часа, конечно. Вот. Далее. Да, ребятки. Вчера был стрим в Steam. Пиксель Эко. Есть такой блогер западный. Очень, кстати, хороший. Он стримил. Так что я частично посмотрел. Вот. И, да. Стрим действительно проводился. Мы ожидаем, что с релизом PC Edition все пиксельганеры ворвутся на любимые арены. Да. Это чуть позже. Ворвутся. Это мягко сказано. Соберут боевой ладаут и устроят самую жаркую пиксельную вечеринку в истории видеогейминга. Если по каким-то причинам в день релиза вы находитесь далеко от компьютера и не можете поддержать товарищей по скваду, то вам нужна достойная компания, что даже в столь непростых условиях не потеряет атмосферу праздника. Это мы берем на себя. Пиксель Эко, один из наших крупнейших блогеров, ветеран Пиксельган, проследит, чтобы вы не пропустили угарный экшен. Просто заходите на страничку PG3DPC Edition в Steam и присоединяйтесь к веселью на стриме. Действительно, было такое. Все хорошо провелось 2 апреля. Но там какие-то были некие неполадки. Игра не запускалась. Но я уже чуть попозже об этом расскажу. Там, конечно, вообще жесть была. Кроме того, на этом стриме мы разыграем DLC промокод на мерч. Кстати, вот это я не знаю, это было или нет. Ну, скорее всего, было. Но это логично. И самое-самое важное, что я хотел в этом ролике в том числе подметить, это про перенос аккаунта. Я в предыдущем видео, когда я рассматривал, получается, бета-версию, я ошибся с переносом. То есть, в принципе, все здесь хорошо сделано. Давайте я это обязательно зачитаю. Это обязательно нужно знать. Потому что у многих с этим проблемы. У меня даже были проблемы. Но у меня там были не с тем, что я неправильно что-то делал, а там какие-то проблемы с аккаунтом оказались. Ну, так что мне все исправили, все нормально. Но я думаю, у вас такого не будет. Если вдруг будут какие-то проблемы с переносом, пишите обязательно на сайт поддержки игры. Там отвечают активно. Давайте посмотрим. Гайд по переносу аккаунта. 30 марта. То есть, получается, за 3 дня до релиза. Релиз уже через неделю. Ну, уже вышел. Самое время поговорить и переносить аккаунта с ваших мобильных устройств в Steam. Разумеется, вы можете заново пройти этот непростой пиксельный путь от 0 до 65 уровня. Попутно открывая для себя нечто новое удивительное. Это мы будем с вами делать на втором канале. Обязательно ссылочка в описании. Там, конечно, пролистать надо. Хотя я, наверное, чуть-чуть ее выше подниму, чтобы вы не искали. Да, я уже говорил, что от 0 до 65 уровня. С самого нуля я буду начинать на втором канале. Так что обязательно залетайте. Будет новый летсплей. Вот, уже на днях. Может быть, даже сегодня запишу первую серию. Посмотрим. Попутно открывает для себя новое дамо. Наверняка многие пиксельганеры захотят перенести свой прогресс, арсенал, петов и прочие накопления на ПК. Специально для этого мы подготовили подробный гайд. Обратите внимание, что на вашем мобильном устройстве должна установлена последняя версия. Ну, сейчас я не знаю, какая версия. Ну, короче, проверьте, что обновлено до конца. Это обязательно. Последнее обновление должно быть, чтобы перенести прогресс. На мобильном устройстве. Что нужно делать на мобильном устройстве? Первое. Подготовка. Открой игровые настройки на своем мобильном девайсе. Найди в настройках игры на своем мобильном девайсе кнопку переноса или удаления аккаунта. Нажми на нее. Вот. Второе. Запусти процесс переноса. Выбери вариант переноса аккаунта. Третье. Сгенерируй код. Сгенерируй пароль для переноса. Просто тапайте на эту штучку, у вас появляется код. Там таймер 5 минут, и вам нужно будет переносить. На персональном компьютере. Открой игровые настройки на ПК-версии. Найди на стройках игры на своем ПК кнопку переноса или удаления аккаунта. То же самое, в принципе, как на мобильном. Важное примечание. Когда ты впервые запускаешь игру, перед тобой откроется окно с выбором между началом новой игры или синхронизацией прогресса своего мобильного устройства. Из этого меню ты можешь выбрать подходящую опцию перенести свой прогресс с мобильного устройства на компьютер. Да, это, кстати, хорошо сделано. То есть можно будет сразу, если ты хочешь, перенести. Если такой аккаунт, конечно, имеется. Может кто-то с нуля начинает. То есть впервые играет или потерял. Тоже такое может быть. Здесь вот на эту кнопку надо нажать. Загрузка процесса из мобильной версии. Введи сгенерированный код. Да, 5 минут дается, чтобы его ввести. Вводите. Далее. Выбери свой аккаунт. Выбери вариант заменить, чтобы выбрать старый аккаунт. Да, обязательно нужно сюда. Должно появиться это окошечко. У меня оно, кстати, появилось. Но при нажатии вот на эту кнопку, то есть перейти, у меня нифига не получалось. Но это чисто у меня было. У меня это пофиксили, и все нормально. Вот у вас такого не должно быть. У вас должно быть написано, код успешно введен. Потом тапаете еще раз по экрану, и у вас загрузка вашего аккаунта находится. Говорю, да. Происходит. Ой, я заговариваюсь. Да, потому что, блин, в таком формате ролики я еще никогда не делал. То есть я сейчас листаю чисто страничку Стима, потом я сейчас буду переходить в игру. Ой, это, конечно, очень непривычно, поэтому, бывает, заговариваюсь. Да еще сказать надо много всего, а ролик так затягивается, поэтому так и получается. Вот. Далее, что? Ну, последний шаг. Подтверди перенос. Да. Ну, я уже это сказал. Надо подтвердить. У вас будет код успешно введен, загрузка, и ваш аккаунт перенесется. Нажимай продолжить, ты соглашаешься с возможностью потери аккаунта, созданного на новом устройстве. Два. Вы потеряете аккаунт, если он у вас есть. Ну, в Стиме. Если вы играли, захотели перенести, вы потеряете его. Так что вот так. А со Стима на устройство мобильное пока нельзя переносить. Но это будет возможность в скором времени. Важное примечание. При переносе прогресса с мобильного устройства на Стим-версию, твой предыдущий прогресс со Стим будет перезаписан без возможности восстановления. Я уже это говорил. Перенос аккаунта со Стима на другие платформы тоже, я уже говорил, пока недоступен. Также с учетной записи в Стим можно привязать только один внутренний игровой аккаунт. Ну, плюс три еще внутренние. То есть, где выбор персонажа. Вот. И еще один шаг. Твой прогресс перенесен. Но это не считается за шагом. Из-за чего вы его отделили за шагом. Теперь твой прогресс в доступе на ПК. Он, ребятки, самое важное, синхронизируется с устройством на телефоне. У вас будет тот же самый айди, не новый, никакой не клон, я ошибся в прошлом видео. У вас будет тот самый аккаунт, на котором вы играли на телефоне, эмуляторе, планшете. То есть, в принципе, и условно выбирая пушку на ПК, она у вас будет появляться на мобильном устройстве. Вот. Так что все здесь, все четко слажено. Все доходы вы сможете спокойно собирать. С этим проблем не будет. Вот. На старом устройстве может появиться ошибка соединения. Поскольку использование нового аккаунта одновременно на двух устройствах невозможно. Да. То есть, либо вы тут играете, либо на телефоне. Вот. Так что, в принципе, вот так. Нажимай переключиться, чтобы восстановить доступ к персональному аккаунту на своем устройстве. Окно с ошибкой соединения появится на компьютере устройстве Huawei. Да, с Huawei там какие-то есть некие проблемы. Там, по-моему, даже обновление еще не вышло. Короче, за Huawei я не шарю. Вот. Честно говорю. Поэтому пишите в поддержку. Важный совет. Если твой игровой прогресс не привязан к аккаунту магазина Google Play, он будет утерян. Да. Аккаунт обязательно должен быть привязан к Google Play. Или iOS. App Store, получается. Ну, у кого iOS App Store, у кого Android Google Play. Выполняя все шаги внимательно. Да. Выполняя все шаги внимательно, чтобы перенести прогресс. Продажа, передача. Продажа, да. Передача в дар, обмен или другие способы передачи аккаунта третьим лицам нарушают наши условия. Оказание услуга могут стать причиной удаления аккаунта без возможности ее установления. Перечисленные действия строго запрещены. Да. Дарить аккаунт. Продавать аккаунт запрещено. Это, если что, официально и было до релиза Steam. Да. То есть, если вас поймают, ваша проблема. Короче, не переносите так. Не дарите, не покупайте, не продавайте. Те, че я вам рассказываю. В принципе, логично. Вот. Ну и 2 апреля, после релиза, который задержался на 4 с половиной часа, вышла вот эта новость. Спустя час почти. Этот день настал. PG3D PC Edition вышел в Steam. Спасибо вам за внимание, поддержку и хайп вокруг этого релиза. PG3D не только история мобильного пиксельного шутера. Это история пиксельганеров, миллионов людей по всей планете, которые сделали классический бассейн на одной из самых узнаваемых мест в мире. А ультиматум культовейшим дробовиком. Сегодня мы хотим, чтобы даже эта новость не отвлекала вас от игры. Поэтому у нас одно лишь пожелание. Погнали. Если честно, мне даже менеджер в дискорде написал. Ну что, погнали. Типа. Так что вот так вот. Это очень прикольно на самом деле. Ну все уже доступно, так что можете скачивать. Ну и стрим вот этот провелся, получается, вот 3 часа назад. Вот. Все. Вроде все зачитал, наконец-таки. 13 часов назад была трансляция. И все. Осталось нам посмотреть трейлер финальный. Вот. Он у меня уже запустился почему-то. Он не должен спускаться. Давайте сейчас я чуть-чуть убавлю у себя. А то у меня очень громко. Вот. Вот так вот. И трейлер посмотрим. Это финальный трейлер. О. Ну видите, какая графика. Кстати, я пати в бассейне не показал. Она только у меня на превьюшке была. Вот. Ну тут чисто об игре все, в принципе, рассказано. Ничего нового. Так. Ну, я думаю, все уже это видели. Так что, в принципе, ничего тут нового не показано. Ну, в принципе, как-то так. Все. Можно играть. Они написали, можно играть. Хорошо. Сейчас будем. Вот. Но этот трейлер мы видели. Все. Как бы я теперь, наконец-таки, все рассказал. И можно переходить к игре. Таймкоды я, может быть, какие-то выделю, конечно. Поэтому, для вашего удобства, можете таймкоды в описании найти. Все. Я сейчас перемещаюсь в игру. И мы смотрим, что добавили там. Let's go. Ну что же. Я, в принципе, в игре. Как вы видите, мой старый аккаунт с айдишкой 189325258. Никакой не новый, не клонированный. Все хорошо. Я перенес мой основной аккаунт, который, кстати, считается легендарным. Он у меня с 2019 года. Я делал даже прохождение еще, когда я снимал без голоса. То есть, чисто геймплеи от 0 до 55 уровня. Но, может, 55 был еще максимальный. Вот. Это тот самый аккаунт здесь. Кстати, кому интересно, как он у меня развивался, я, может быть, оставлю плейлист в описании. Там, правда, геймплеи, но геймплеи под музычку неплохо сделанные. Как я его прокачивал? Ну, вот. Он сейчас уже находится у вас на устройстве компьютерном. Steam-версия. Вот. Официально выпущенная для всех. Кстати, тут еще какая-то новость появилась. О. Понятно. Сейчас и здесь новости зачитаем. Вот. Потому что вышло же еще новое обновление, в том числе, да, ребятки? Обновление 24.3, какая-то там .4, где добавили сейчас новые турниры. И, короче, это нужно с вами засматривать. То есть, это еще и плюс обзорное обновление. То есть, такое совмещенное. Вот. Далее чего. Давайте все по порядку. Начнем с новостей. У нас сейчас пошел как обзор обновления. Понимаете? То есть, такое, блин, я говорю, я не привык к такому формату. И получается вот так все в разнобой все какое-то такое странное. Так что, извиняйте, если что. Вот. Так что, let's go. Рассматриваю, что у нас тут добавили. Что тут у нас? А, это вот. Это я зачитывал уже. Перенос аккаунта зачитывал. Вот. Начнем давайте с этого. Что же была за задержка релиза? Да, она же должна была выйти в 2 часа по московскому времени. Опять же, повторяюсь, вышла в 18.30. То есть, на 4,5 часа была задержка. Вот. И тут как раз таки написано, по какой причине. Которую я, кстати, сам догадался. Так. Немножко со звуками снова проблема. Ну, вроде как починил. Да, починем. Давайте. Зачитаем. Не будем ходить вокруг да около. Мы неверно оценили сроки прохождения модерации игры на платформе Steam. В связи с чем мы вынуждены отложить релиз. Ну, вот. У меня была такая же теория, что задержка из-за этого. Однако, не беспокойтесь. Игра станет доступна сразу же, как только мы пройдем модерацию. И, конечно же, вы все узнаете об этом из первых рук. Ждать осталось совсем недолго. Ну, уже вышло. Уже все вышло. Уже нормально. 4,5 часа прошло, как говорится. Вот. Перенос вовсе не означает, что нам нечего вам показать. Обязательно заходите сегодня на нашу страницу в Steam. Ну, у нас стрим, где повелитель комьюнити Ник Ака Вайер покажет, как играется по G3T PC Edition и ответит на накопившиеся вопросы. Кстати, я что-то не видел там Вайера. Наверное, потому что я зашел позже и там был чисто пиксель эко. Ну, не суть. Вот. Результаты розыгрыша RGB Pioneer мы объявим после релиза. Следите за новостями. Ну, короче, должен быть скоро итог вот этого, получается, розыгрыша. Ждем. И обновление. Обновление же изначально вышло на телефонах. Да, и тут добавили турниры. Многие уже поиграли. Мне уже даже писали, что там какие-то баги сбрасываются кубки. Что-то страшное там происходит. А что сейчас будем смотреть, что такое? Что здесь происходит-то вообще? Что за турниры-то такие, которые тут неизвестно, как проходят? Сейчас будем все разбирать. Видите, тут вот эта вот линия вот эта добавилась. Прогресса. Это все новое. Этого не было. Так что будем сейчас смотреть. Вот. Весь ваш предыдущий пиксельный опыт вел вас к этим сражениям. Мы полностью переработали режим турнира, учитывая ваши пожелания и собственные идеи. Персональная ранговая система. Турнир это не только соревновательный режим, но и личная история каждого пиксель-ганера. Сражайтесь в матчах, зарабатывайте очки, повышайте свой ранг и забирайте заслуженные награды. Два лидерборда теперь о ваших достижениях узнает весь мир. В локальном лидерборде учитываются записи о самых скилловых пиксель-ганерах в рамках одного региона. А лучшие игроки планеты отображены в глобальном лидерборде. Лучший способ прочувствовать все изменения это попробовать лично. Залетайте в игру и зацените новый формат турнира. Что-то куда-то они тире все подевали. Где тире-то перед это? Не пропечатались. Ну тут видно, вот отступ такой, видно они не пропечатались почему-то. Очень странно. Ладно, короче, новый турнир. По тексту, наверное, тяжело понять, сейчас будем рассматривать уже нормально. Вот, официально мы в Steam. Ну, это мы читали уже на страничке Steam. Здесь ничего нового. Все, ребятки, давайте наконец-таки рассматривать, что тут добавилось. Вначале была теория, сейчас мы переходим к практике, как говорится. Турниры. Давайте с этого и начнем. Это самое интересное. Потому что здесь помимо турниров еще наконец-таки добавили RGB-сет и новую турнировую пушку. Let's go. Во-первых, да. Обзор на Steam Edition уже был, когда у меня был пререлиз. Я тут второй раз повторяться не буду. Кому интересно, я, наверное, оставлю ссылку в описании. И просто предыдущее видео откройте, посмотрите. Не буду тут ничего нового рассказывать. Да, вот этот новый интерфейс, да, измененная графика. Мы это уже прекрасно все знаем из того видео, которое залетело, наверное, сейчас еще больше просмотров. Уже 8,5 тысячи, наверное. И так и будет продолжаться, надеюсь, и было бы хорошо. Так что, да, не будем повторяться. Вот турниры, кстати, я не успел нормально посмотреть, потому что они у меня еще не работали. Вот давайте посмотрим. Встречайте систему ранговых матчей. Играя в матчи, получай трофеи, соревнуйся с другими игроками и стань лучшим в сезоне. Ну, это я тоже, кстати, все зачитывал. Ну, раз тут обзор на обновления в том числе, давайте еще раз зачитаю. Это ничего страшного. Побеждай в ранговых матчах и получай трофеи. Чем выше твой ранг, тем больше трофеев ты потеряешь в случае поражения. Заполняй путь прогресса трофеями, чтобы получать награды. За победу в случайном режиме ты получишь больше трофеев. Поднимайся в таблице лидеров, чтобы заработать награды и попасть в сотню лучших игроков сезона. Забрать, заработать, в принципе, да, я ошибся, понимаю, но смысл тот же самый. При смене сезонов ты попадаешь в новую таблицу лидеров. Если твой ранг 4 или ниже, то он останется без изменений. От всего прогресса выше 4 ранга останется только 30%. К новым победам. Тут не особо понятно, опять же, я уже в предыдущем видосе вот тут очень застрял на этом. Не особо понимал, что здесь происходит. Ну, сейчас уже турниры идут, будет более понятно. Ты отлично сражался в турнирах. Мы обменяем твои жетоны и жет... Жетоны и жетоны. А, жетоны... Жетоны и жетоны. Жетоны и жетоны победителей. Ну, короче, вот такие вот и такие вот. На монеты и алмазы. То есть эту валюту вообще полностью убрали, да? Ну, хорошо, ладно. А что, у меня так много жетонов было? Ну, хорошо, ладно, спасибо. Вот, а я вообще где нахожусь-то? Первый ранговый сезон у меня. Ладно, и что это значит? И что мне нужно делать? Надо сыграть бой, потому что тут еще путь славы добавили. Это я видел. Он у меня открылся позже. То есть я сделал видосик, а потом у меня уже открылся этот путь славы. Поэтому сейчас будем смотреть на видео. Мне не получилось показать это на видео. Вот, то есть мне нужно зайти и выбрать режим. Ну, это все было. А, это так и не поменяли. Вот это МРТ так и не убрали, да? Ну, такое себе, если честно. Ладно, сейчас будем разбираться потихонечку. К турнирам сейчас вернемся попозже. А то меня закинет в бой, мы еще не готовы. Далее, давайте посмотрим новые пушки. RGB-сет. Повторяюсь, мне его еще не выдали. Поэтому обзор на RGB-сет и турнирную пушку будут позже. Вот. Сегодня должны, кстати, выдать. Если все будет нормально. Вот. Да. Четыре новые пушки. Я же не зачитал характеристики. То есть поэтому это нужно сделать сейчас. Да. Вот. Лазерный луч победителя. Рискин ультралучемета. Турнирной пушки, то бишь. Помните? Ее добавили, получается, в 2019-м, вроде как, году. Ультралучемет. И сейчас вышла вот эта новая лазерный луч победителя. Рискин. Который, кстати, очень классно выглядит. Мне нравится. Классно. Такой красновато-золотой. Майнкрафт, напомню. То есть редстоун и золото. Вот. Давайте почитаем. Что у нас тут? Боевые свойства. Электрошок не позволяет прыгать. Пробивание стен. Ну, вроде неплохо. Пробитие стен не позволяет прыгать. Это неплохо. Потому что можно будет пробивать стены, и потом они плохо начинают двигаться. Противники можно будет проще убить. Электрошок замедляет. Ну, прикольно. Короче, хорошие эффекты. Обзор будет, опять же, повторяюсь позже. Посмотрим, что это такое вообще. Вот. Далее. RGB-сет, который стоит за донат в стиме. И стоит ли его покупать, это будет уже, соответственно, в отдельном видео. Давайте посмотрим вообще, что за пушки. Какие здесь характеристики. Первое. New Whale пистолет. Мифический пистолет. Бесконечный боезапас. Замедляет цель сквозь врагов. Ну, бесконечный боезапас. Это такое. 50-50, как говорится. Замедляет цель нормально. Сквозь врагов. Неплохо. Ну, что будет по урону, я пока сказать не могу. Далее. Вот это мне очень нравится. Переливается. Уничтожитель FPS. Что у нас тут? Ослепление. Критический урон. Ближний бой. Ну, в принципе, нормально. И самое интересное. Снайпа со статтреком. Охотник за достижениями. Критический урон. Ослепление. Счетчик. Убийств. Новый эффект. Который, кстати, заимствован с КС. Статтрек. Поэтому это интересно. Как он будет подсчитывать. Вот на вот этом экранчике, я так понимаю. Ну, потестируем. Потестируем, когда мне выйдут, соответственно. Его уже можно получить. То есть, у кого есть деньги, можете уже сразу купить, не дожидаясь моего обзора. Кому интересно, ждите. В скором времени я сделаю. Скорее всего, в пятницу. Скорее всего, в пятницу постараюсь. Вот. Так что вот. Выглядит просто потрясающе. Все. Ждем всем селом. А эффект полного набора тут есть, кстати говоря? Есть. Тоже вот не зачитал в прошлом видео. Защита от горения, кровотечения, яда, замедления, ослепления, пометка X-Ray, блока, прыжка и гаджетов. Очень много, короче, всяких защит. Это очень классный. Очень классный набор. Эффект топчик. То есть, все, что можно, того и защищает. Вот. Только от ослабления. А, вот от ослабления он не защищает. Блин, это печально. Ослабление было бы классно. Если бы защищало. Вот. Кстати, вот, да. На обзоре обновлений я не зачитал эффект вот этого набора. Да. Что он, кстати, делает? Я сам даже не знаю. Продлевает эффекты кровотечения на противнике, устойчивость к яду, кровотечению, горению и игнорированию эффектов замедления. Тоже, кстати, неплохо. Вот этот набор духа природы, но он уже недоступен. Но есть, наверное, смысл носить его в комби. Да. Ладно, не суть. Это все с предыдущего обновления. Что теперь дальше? Ну, давайте я все-таки вкратце покажу настройки. Может быть, кому-то неохота смотреть мое то видео, где при релиз у меня был. Вот. Что здесь? Во-первых, да, я здесь перенес. Поэтому у меня здесь уже есть твинг. И, соответственно, на втором канале, чтобы делать летсплей, я, наверное, куплю все-таки третий аккаунт. И буду там начинать. Вот. Что? То есть, при переносе у вас переносится один аккаунт. На одном аккаунте максимум может храниться три персонажа. То есть, три персонажа вы сможете перенести на одном аккаунте. Вот. Другие, как это сделано на телефоне или эмуляторе с подключением Google Play, у вас не получится. Что касается второго Steam аккаунта, если он у вас имеется, просто отдельный Steam аккаунт, что там, скорее всего, будет другой персонаж. Но вы не сможете переходить внутри игры. Вам придется будет тогда менять Steam. Ну, не очень, конечно, в этом плане. Но логично. Как вы здесь еще сделаете? Никак. Так, то есть, соответственно, есть смысл, если вы хотите начинать второй канал, как я говорю, господи, второй аккаунт, смысл есть купить этот за 300 алмазов, если вы хотите еще один. Ну, можно потратить, в принципе, ну, у меня в тенге, я не знаю, сколько это в рублях. По-моему, 300 рублей это стоит. 300-400 рублей на третий аккаунт. Вот. Далее, что теперь по настройкам. Да, перенос или удаление я зачитал. Да, так что, в принципе, берите на заметку, кому это нужно. Можно, может, кто-то хочет с нуля, может, у кого-то, опять же, повторяюсь, тут новичок или старичок, у вас нету аккаунта, вы потеряли или не имеется вообще новый, будете создавать, тогда это смысла не имеет. Вот, но, если вы начнете здесь захотите на телефон перенести, пока такой возможности нет. Вот, и Android на iOS тоже перенос пока еще не добавили. Далее тут. Тут, в принципе, с моего обзора ничего не поменялось. Короче, все настройки те же самые. Ничего тут нового не добавили. Настройки звуков тоже нет, надеюсь, это добавят. Вот, потому что тот видосик у меня, короче, Вайерс, а ну-ка, посмотрели на это, если что, менеджеры игры, они у меня посмотрели видосик. Поэтому, если вы смотрите, для вас добавьте настройку звуков, чтобы можно было настроить звуки. Вот так как я снимаю видеоролики, мне придется звуки убавлять, соответственно, в Windows, что не очень удобно. Добавьте обязательно. Вот, и далее чего. Добавьте, пожалуйста, эффект, который убирает размытие, потому что очень много у меня жалоб и в комментариях, и в Дискорде не всем нравится размытие. Вот, поэтому если будет возможность убрать кнопочку, такую добавить галочку по типу вот такой вот, типа убрать размытие. Или, типа, уменьшить, там, количество в процентах как-нибудь, то сделайте это обязательно, это будет классно. Вот, далее. Языки, соцсети, здесь, в принципе, ничего не поменялось. Здесь, да, здесь, в принципе, вроде все норм. Вот, единственное, что от количества FPS начинает лагать переключение пушек через колесо мыши. То есть, это тоже, наверное, некий баг. Надеюсь, это исправит. И, конечно же, еще для вас, разработчики, менеджеры, кто меня там смотрит еще, не знаю, может, меня еще кто-то смотрит, добавьте возможность изменить управление. Это обязательно нужно. И, конечно, возможность скрыть кнопочки. 1, 2, 3, 4, когда в бою вот эти циферки. Ну, это, типа, как в эмуляторе сделано, что их можно убрать. Вот по типу такого, чтобы можно было чисто убрать эти значки. Это обязательно нужно. Вот, ну, еще, конечно же, все ждут Steam-ачивки. Steam-ачивки классные. По типу, как было в Google Play, насчет App Store, не знаю. Но помните, где там у нас достижения старый новичок, попрыгунчик, там, вот эти все достижения. Добавить в Steam. Это было бы очень классно. Все. Теперь переходим. Now. Сюда. И классический бой. Сейчас посмотрим, как играется. В принципе, опять же говорю, с того видосика про пререлиз, ничего особо не поменялось. Единственное, что могу подметить, из-за того, что когда игра вышла, здесь был настолько зашкаливающий онлайн, что в игру даже не пускало. То есть, вы стояли в очереди. Это вообще, что это такое? Онлайн пиковой ночью был 25 тысяч, я видел. 25 тысяч отновременных игроков. В Steam-е только. Еще телефоны нужно учесть. Еще эмуляторы. Это офигеть. Это очень много. То есть, в принципе, классно. Из-за этого сервера просто чисто не справились. Хотя, я уверен, разработчики их усилили. Даже с усилением они не справились. Сейчас онлайн где-то 10 тысяч. Что тоже, в принципе, неплохо. Потому что сейчас на Западе вроде ночь. В основном игроки у нас на Западе играют. И сейчас онлайн в основном это СНГ комьюнити. И, соответственно, Восток. То есть, в принципе, вот так вот. Все. Что, переходим? Let's go. Погнали. Тестить. Пойдем на классический бассейн. Еще что важно подметить. Я это не сказал. Как работает кроссплей. Сейчас, так как у нас онлайн зашкаливает. Соответственно. Подожди. Табулятор работает, да? Да. Табулятор вроде как работает. Как работает кроссплей. Меня спрашивали. Потому что многие думали, что кроссплей можно будет как-то отключать. Нет. На самом деле никак. На самом деле кроссплей не отключается. Он работает сам. То есть, в приоритете у ПК подбор с ПК. Вот. Далее, что еще сказать могу. Это в приоритете. Если катка не находится, то ПК кидает к телефонам. Вот. Так. Вот сейчас, мне кажется, у нас ПК. Ну и как-то, кстати, а что с матчмейкингом? Подождите. Почему у меня новички играют? Почему у меня играют новички? Это очень странно. Ладно. Пока, видно, матчмейкинг тут еще не настроен. Да, видите, они меня даже толком пробить не могут. Хорошо, ладно. Так. Вот на дже граната очень неудобно. Жалко, что пока поменять нет такой возможности. Так. Ну, ладно. Сейчас я как-то по инерции достал. Так. Как классно, что я наконец-таки могу дальше продолжать свой аккаунт. О, давайте. О, подожди. Мне казалось, как будто я союзника убил. Алло, это нормально? Да, у меня, кстати, тут еще с того обзора осталась партизанка. Что очень удивительно. Так. О, ну блин, ну на компьютере в разы удобнее, привычнее как-то. А то на эмуляторе, как вы помните, кто смотрит мой канал, очень много я жаловался, что там вылетало, что там графику так нельзя настроить. То есть я в 4К сейчас играю, что очень классно. А ты что не умер-то, алло? Вот. Блин, ну вообще спокойно играется, приятно. Посмотрите, какая графика. Посмотрите на воду. Посмотрите 3D-шные вот эти вот плитки. Это очень классно. Так. Так. Да что-то мне как-то... Почему тут матчмейки как-то странно работает? Это очень, очень странно. Как я тут буду с нуля начинать? Это странно. Это будет, наверное, пока что для меня непонятно. Так, давай-давай-давай. Ну что ты, ну что ты, давай. Да. Ну мне не спам лао да, вот я не смогу вам через кнопку мыши... Кнопку. Колесико мыши, да, показать, как это работает. Ну что ты, ну что ты. Тоже этот гаджет активировал? Ну-ну-ну-ну, драконир. Чё ты? Давай. Ну, ну вот видите, я колесико мыши меняю. Так. А интересно, у меня сейчас ПК играют? Ну, скорее всего, потому что сейчас онлайн хороший. Хотя то, что тут у нас новички играют, наверное, уровне 12-го какого-нибудь. Скорее всего. Хотя вот тут вроде нормальный сейчас. Блин, им тяжело, конечно. Блин, вот сейчас не попал на G. Так. А где он? Чё, его убили? Чё-то его как-то быстро убивают. Вам это не кажется? Фанат аниме. Видно. Так. Air Reloading. Да, мне писали, кстати, что, типа, Nemesis, ты чё, это стандартное управление ПК. Я понимаю, но мне это привычно, как я настраивал на эмуляторе. Поэтому я надеюсь, что будет такая возможность исправить. Так. Стой, 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 стой. Блин, у меня кончилось. Так. Вот. Ну, короче, всё комфортно. Всё хорошо. Мне нравится. Ну, мне нравится, что матчмейкинг тут. Да. Тут как-то с матчмейкингом что-то непонятная фигня была. Ладно. А если на другую карту зайти? Если я хочу... Давайте на тихую школу. Мне микрофон, кстати, как-то немножко далековато заметил. Так. Чё тут-то у нас с матчмейкингом? Блин. А, нет, это бот. Подожди, это бот. Так. Ну, вроде нормально, кстати говоря. Вроде нормально. Вроде тут. Хотя, ну, это непонятно пока. Так. Ну, это боты. Это я вижу, что это боты. Да, мне надо, кстати, пиксельпаз здесь выполнить. У меня он тут не завершён. Ой. О, зато видите, колёсико-мышь, как я... Прям шук-шук-шук. Если FPS сейчас поменять, более поставить, то начинается, типа, вот это переключение не сразу срабатывать. Это баг, скорее всего. Так, граната. Кто-то попался? Да, вроде нет. Так, на. Ну, вообще, спокойно, видите, играется. Конечно, можно ещё чувствительность под себя настроить. Там, оказывается, я что-то позже сообразил. Чувствительность можно тремя кнопками настраивать, как вам удобно, да. Не как тебе, я же к вам обращаюсь. Во множественном числе. Да, как вам удобно. Вот, то есть, в принципе, это всё хорошо. Ну, у меня вроде нормально сейчас настроено. Чуть-чуть можно бы убавить будет. Но это ладно, это не так критично. Так. Ну, вообще, уничтожителем просто хожу и почти всегда попадаю. Так, тут. Ну, сейчас не попал. Вот сейчас попал. Так, G. Граната. Гранату комфортнее кидать. Ну, кнопка нет, а именно попадать, да. Так. Стоп. О. Колёсико мыши сменил. Я знаю, что он туда пошёл. Я поэтому и отошёл. Вот, графика, видите, немножко такая с размытием. Вот, не всем это нравится, поэтому, надеюсь, будет возможность это, типа, убрать кому хочется. Мне не мешает, опять же, повторяюсь. Так. Не, ну тут, вроде, кстати, с матчмейкингом более-менее. Смотри, адамантовый бомбомёт, как в 2018 году. Просто ходишь, посмотрите, а. Нагибает. Классно. Стой. Партизанка. Так. Не зря качал на мифик. Хорошая штука. Так, вот. Опять же, повторяю, что тут можно рывок задерживать, прыгать, разворачиваться. Вот, вот так вот. Ну, опять же, говорю, я всё это подробно не буду рассказывать. Уже всё это говорил. Зачем мне второй раз это надо повторять? Вот. Просто видосик, ссылки в описании откроете. И кому надо, поподробнее посмотрите. Так. А, ты не успел. Вот, поэтому, в принципе, рекомендую ли я вам поиграть? Это 100% рекомендую. Порт удачный. Из-за исключения настроек, которые я озвучил. Вот. То есть, в принципе, рекомендую. Попробовать новичкам, стареньким игрокам, текущим игрокам. Вот. Очень, в принципе, недурно сделано. Так. То есть, не на отвале. В принципе, хороший годненький порт. Фух. Занять первое место. Вообще, первое место заняли. Нормально. Хотя я даже не напрягался. Ладно. Вот. Королевская битва там тоже по-своему настроена. Но я уже, опять же, говорю, смотрел на нее. Поэтому смотреть сейчас не буду. Турниры. Давайте посмотрим турниры. Что тут такое? Давайте выберем случайный режим. И в бой. Сейчас каточку отыграем. Посмотрим, что это такое. О. Кстати, нам пофартануло. Смотрите. Видите? Да. Кто не смотрел видосик тот, графика просто чисто. Мне нравится. И многим. Кстати, большинству она нравится. Интересно, тут свой подбор или общий? Но мне кажется, как будто здесь общий подбор. То есть, что вы в турнир играете, что не в турнир. Здесь подбор общий. Единственное, да. Тут, если вы выиграли, вам прибавляют кубки. Если проиграли, у вас убавляют кубки. Давайте вот это лучше возьмем. На дальнюю дистанцию. О. Вот. Количество кубков зависит от вашего места в таблице. Вот в этой вот. Да. Но это как в старых турнирах. Просто его переработали. Блин, да. А если вот так? О. На мышке немножко уменьшил. Так. Давайте. Нам надо выиграть, чтобы кубки прибавили. И мы посмотрели, что вообще. Что вообще там в турнирах. Да. Я уже говорил где-то, ну, заранее. Может быть, в начале видео. Что тут как бы есть какие-то проблемы с кубками. Их могут убавлять. Хотя вы выиграли, могут убавлять. Не знаю, насколько это правдиво. Но я такое слышал. Вот. Сейчас как будто немножко недостающая у меня чувствительность. Ну, короче, это все нужно мне будет перепроверять еще. Ну, вроде попадаю нормально. Ну, не знаю. Но все равно немножко тяжело. А если вот так? А так как будто многовато. Вот. Да. Если такое действительно существует, напишите в комментариях, кто играл в турниры. Действительно у вас убавляли кубки, когда вы выиграли. Ну, если так, то это баг. Надеюсь, исправят. Может, уже разработчики в курсах. Ну, скорее всего. Если это действительно так, уже жаловались. Я не первый, кто это говорил. Вот к чему я склоняюсь. Так. Блин, вообще, смотрите. То есть, как я на телефоне играл и как здесь. Ну, конечно, проще. Какой тут подбор еще не понимаю, кстати. Как это определить? Не знаю, как это определить. Так. Так. Ну, играть комфортнее. Любыми пушками. Вот просто хожу с автоматом нагибая. Вот. Что хочешь, возьмешь. И совсем получается. Ну, пока спамеров нет. Тут, конечно, да. С этим есть проблемы. Спамеры на компьютере будут куда жестче. Этого не избежать. Да. Так. Я говорил, кстати, что видосик будет долгий. Я буду здесь много чего говорить. Возможно, воду лить для кого-то. Но. Это я, во-первых. Это мой стиль. Вот. А во-вторых. Мне нужно все объяснить подробно. Чтобы было меньше вопросов. Понимаете? Вот. Кого не устраивает, как бы, ну. Ищите другого, кто сделает обзор. А я таких не знаю. А там наш, наверное, да, сидит. Я не знаю, кто еще сделает обзор. Есть один чувак. Который, который вчера стримил. У него онлайн-стоп был на стриме. Я, кстати, не застал из-за того, что был занят. Вот. Ну вот он, кстати, я слышал, сделает обзор на PC Edition. Ну, можете у него посмотреть. Вот. Ну, он должен, наверное, выложить в ближайшее время. Вот. У него еще видос хайпанул на 200 тысяч просмотров. Про обзор игры. Вот. Недавно он сделал. Русскоязычный, если что. Так что, вот так вот. Может быть, кто-то понимает, о ком я говорю. Вот. И кто-то, может быть, сидел на стриме. Вот. Я не сидел, к сожалению. А он, кстати, неплохо сделал. Вот. Ну что, нам выдали 30 кубков. Вот. 23 убийства. Я вообще не напрягался. Какой здесь подбор, я, честно, понять не имею. Вот. Давайте я про того чувака расскажу еще. Вот, короче. Вот он стримил вчера. Он ждал, когда выйдет игра. Очень классно. Я чуть-чуть там полистал. Жалко не посидел. Я потом тоже початил ему на стриме. Вот. Очень классно. Он должен выпустить видосик. Тоже обзор. Я обязательно посмотрю. Оставлю на него комментарий. Но когда это будет, неизвестно. Я же вам снимаю, как я это делаю. В моем стиле. Вот. Короче. Все. Возвращаемся теперь сюда. А то тут просто резко переключение. Вот. Мы с вами заработали 30 кубков. 30 за первое место. Выдали 20 монет. И почему? Вот почему. Путь славы. Помните? Обновление 18.0. Путь славы. Кто тогда играл, напишите в комментариях. И кто смотрел мой канал, тоже напишите. Олды тут. Помните, как я радовался? 2020 год. Обновлению. Когда мы с вами на стриме все это рассматривали. Добавили путь славы. Потом его убрали. И мне было жалко. И разработчики. Thank you very much. You are the best. Путь славы. Просто посмотрите. Вернули. В турниры. Я считаю, это идеальное решение. Вот это, конечно, я не понимаю, что означает. 1, 2, 3. Вот это что? Это ранговая какая-то система или что? Честно, понятия не имею. Вот. Но, короче, путь славы. Что это такое? Что у нас тут за награды? Конечно, это заимствовано с Бравл Старса. Вот. Это еще когда 18.0 обновление было. И сейчас говорю. Это заимствовано с Бравл Старса. Потому что путь славы изначально добавляли там. Вот. Что у нас тут? Какие-то зеленые ранговые сундуки. Что здесь такое? Что происходит? Понятия не имею. Какие-то новые сундуки. Лиговые. Вот. Да. Тут, кстати, можно выбить скин робота. Надеюсь, я его выбью. А то он у меня что-то с 2019 года. Я никак не могу его получить. Это шанс. Так что, надеюсь, получу. Вот. Короче. Просто получаете кубки. Идете по прогрессу. Зарабатываете награды. Тут у нас что? Тоже робот. А, ну, значит, я его, скорее всего, получусь и буду играть. Вот. 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 Вот тут еще далее фиолетовый идет. Он, типа, наверное, лучше, да? Или он просто другой. Ну, вот 200. 200 монет. Да. Чуть-чуть получше. Чуть-чуть получше. Сундучок. Вот. Тут всякие, видите, из королевской битвы шмотки. Вот. Ну, короче, тем дальше, тем лучше награды. Далее фиолетовый сундук снова. Далее фиолетовый, фиолетовый. Новый скин добавили. Скин турнирный ядовитый пронзатель. Вот. Кстати, тут же еще DLC скины. Но на них я уже с вами смотрел в предыдущем видосе. Но тут тоже покажу. Сейчас. Вот. И далее идут золотые. Да, ребятки. Помните? Скины лиговые. Вот. Их теперь переместили в путь славы. И я думаю, их будет проще получать. Потому что раньше надо было билетики эти формить. А было неохота. Там был свой матчмейкинг. Игроки находились по полчаса. Все. Как вы видите, тут все спокойно видно кидает к обычному онлайну. Просто вы выбираете случайный режим или выбранный. И от этого зависит количество трофеев. Вот. Как, в принципе, там было и написано. Хорошее решение. Вот. В принципе, за один турнир можно получить три сундука. Я так понимаю. Далее, получается, вы повышаетесь, понижаетесь. И, соответственно, заново проходите эту штуку. Эту полоску. Я думаю, это так работает. Если не так, поправьте мне в комментариях. Или я сам позже это узнаю. Честно, пока полностью как работает эта система, я понять не могу. Ну, вот снова вот эти скины золотые, которые мне очень нравятся. Их получить можно. Интересно, тут диадема есть? Или... А где диадему-то теперь получать? Это, кстати, я не знаю, где диадему сейчас получать. Или она просто слилась в шмотки. Тоже пока не понимаю. Ну, вот у меня есть миротворец и прототип. Я еще, кстати, получил их до переработки турниров. Еще даже прошлый. То есть, в принципе, даже вот так вот. Ну, тут мне вот эта штука нравится. Надеюсь, получу ее. Да и вообще, золотые скины мне нравятся, как выглядят. Их желательно бы получить. Они еще были добавлены в версии 11.0. Если так говорить, в 2016 году вот эти скины. То есть, тогда добавились же и турниры. То есть, первые турниры появились тогда. Они были скудные. Сейчас, кстати, мне кажется, нормально сделано. Вот переработка была... Ну, так... Из-за того, что там матчмейкинг хромал. Я думаю, большинство претензий было из-за этого. Вот, да и система немножко такая прям противная. Бесила многих. Сейчас вроде... Вроде, мне кажется, сделано хорошо. Но мы это узнаем спустя время. Вот, кстати, да. За первый бой мне дали три алмаза. И что у нас? Тут таблица лидеров. Я тут на каком-то тысячном, наверное, месте. Потому что тут сейчас вышли топовые игроки. И начали просто фигачить эти турниры не в себя. Вот. Да, ребятки, как вы видите. Тут у нас можно получить эту пушку. За первые три места. Я ее получу, соответственно... Соответственно, потому что мне ее выдадут. Мы на нее с вами посмотрим. Также тут скин. Есть серебряный герой. Далее есть бронзовый герой. И, наверное... А, ну и все, да? То есть серебряный, бронзовый, золотой, скорее всего. Да, золотой. Все верно. Новые скины. Кстати, они переработаны на десятилетие игры. Я заметил. Да, да, да. Вот. Ну и алмазики. Ну вот, короче, топ-3 вот это получает. Топ-2 вот это. Топ-100 вот это. В принципе, вот так это и сделано. Здесь еще есть такая штука, но тут чисто алмазы. Вот тут, опять же, от региона. Тут региона, топ-100, топ-мира. Короче, вот так вот. В принципе, напишите ваше мнение. Что вы считаете по поводу турниров? Еще что могу подметить. Вот это оформление добавлено не только на ПК, но и на телефоны. Там тоже вышло обновление и все нормально. Вот. Теперь что еще? Скины. Скины DLC платные. Давайте я вам их покажу еще раз. Вот. Нужно только до них долистать, конечно же. Вот. Там есть три набора. Poison Set, Frost Set, Fire Set, А4. И еще сет типа отсылка на Warface. Вот. Вот они. Вот скины Frost Set на проект Дельфин. С эффектами они, кстати говоря. Вот есть Быстрая Смерть, тоже с эффектами. И еще Марлин тоже. Frost Set. Frost Set. С эффектами. Fire Set на ручной миниган. На Керамбит тактический нож. Выглядит классно, мне понравилось. С эффектами такими. И ТСВ. Анимацию ТСВ тоже, кстати, переделали. Выстрелов. Вот так вот выглядит очень классно. Ну, не знаю, есть ли смысл, конечно, тратить деньги. Но, может, кто-то захочет. Вот, да, такие точно найдутся. Да, вот этот скин с Путя и Славы. С эффектами. Да, с эффектами, кстати говоря. На одну из последних пушек. Добавлено. Ядовитый пронзатель. Вот, далее Poison Set у нас получается. Вот, на цифровой рассвет. Да, ретро пушки. Ретро вейв пушки. Волновой пульсатор. Выглядит классно. Ну, и лазерный цикл, соответственно. Вот это я получил. Вот это классно. Вот это прям четко. Я вообще люблю ретро вейв. Музыку ретро вейв слушаю. Короче, как фанат ретро вейв, возможно, я это и куплю. Ну, пока посмотрим. Либо попрошу. Ну, скорее всего, просить как-то. И так много, и так пушки выдают. Тут еще это. Ну, может быть, стоит поддержать разработчиков. Не знаю. Короче, посмотрим. Посмотрим. Подумаю еще. Не знаю пока. Ну, и варфейс скины. Вот такие вот. На ликвидатор Х1. Далее. Где еще у нас? Ликвидатор З1. Раз. Далее. Устранитель Х2. И... Преследователь Х3. Короче, на этот набор из этих пушек. Вот, в принципе, как-то так. Классно. Классно. Ну, короче, вы поняли, да? Тут они с это поделили. ТСВ, тактический ночь, нож... Ночь. Нотч. Тактический нож и ручной миниган. Короче, это пушки, которые были в фургоне в 2019 году. Вместе добавленные. Далее. На вот эти вот. Проект Дельфин. Проект Марлин. Быстрая стая. Это тоже отдельный сет. Из обновления в 2022 году были добавлены. Ну, и ретро-сет, соответственно, тоже был добавлен. Вот. Ну, и что еще тут? Тут еще у нас набор, получается... Еще что я забыл? А, ну и Warface. Это тоже добавленные в 2019 году. Вот эти вот устранители. Вот. В принципе, как-то так. Все. Я думаю, я на все глянул. Тут, конечно, ежедневные испытания. Все это осталось. Вот. Далее тут тоже все это осталось. Ничего тут нового пока не завезли. Короче, как-то так. Графон поменяли. И, короче, можно завершать. Наконец-таки. Я говорил, что видос будет длинный. И я к этому придерживаюсь. Короче, если вам понравилось данное видео, обязательно ставим лайки. Подписываемся, пишем свой отзыв по поводу порта на ПК. Как вам вообще играется? Кто скачал? Кто скачает? Как вам графон? Что бы вы поменяли? Это интересно знать и мне, и разработчикам в том числе. Короче, ваш фидбэк нужен. Пишите его обязательно. Все, ребятки. Я буду, конечно же, тут играть. Эксклюзивное прохождение на втором канале будет. Ссылочка в описании. Скоро начну. С вами был Namesis. Всем удачи, ребятки. Всем пока-пока.